Утром первого, мы на месте. Тринадцать, здорово, то выключили эту сколу поезды. Изов принят, уезжаем. Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, которое 7 сентября, примерно в половине второго дня, произошло по проспекту Токки-Хана между 4 и 5 кривой. Впереди стоял Мерседес, Кошка, и получилось, сзади у нас ехала «Газель». По инерции я уже ударил Мерседес, а Мерседес уже дальше Кошка, и, в принципе, так все случилось. Ребенок как себя чувствовал на сегодняшний день? Неплохо, хотя ее отправили в школу, она только вечером отошла уже, в принципе, от всего этого. «Газель-вакуатор», перевозивший «Опень», буквально влетел на большой скорости, в стоящей на светофоре на пересечении улицы Аймаутова и проспекта Токки-Хана «Хюнде-Акцент». По инерции легкобушка ударила впереди стоящие Мерседес и Ниссан Кошкай. «Эвакуатора он не успел затормозить и всех нас собрал». «А вообще вы заметили, на светофоре таймер сколько показывал времени?» «На светофоре таймер уже показывал около 6 секунд. Мы уже собирались трогаться, потому что впереди меня машина уже потихонечку отъехала, БМВ. И я тоже уже собралась трогаться, услышала этот эвакуатор свист, да, и решила посмотреть. И тут раз, и меня тоже, да, задели». В результате аварии никто из автовладельцев и пассажиров не пострадал, а вот автомашинам нанесен значительный материальный ущерб. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции. Наехал на пешехода и скрылся с места происшествия. Авария на улице Дамбовой произошла минувшим вечером в половине десятого. Кровавые следы наезда и, по всей видимости, обувь пострадавшего свидетельствуют о факте аварии. К приезду сотрудников правоохранительных органов ни самого пострадавшего, ни автовладельца на месте не оказалось. Но, по словам свидетелей, пострадавшего увезли на карете скорой медицинской помощи. А водитель «Жигулей» уехал в направлении микро-руэна «Он-Тустых». Сотрудникам полиции не составило труда обнаружить авто в данном районе. Побитые «Жигули» со свежими следами недавнего ДТП обнаружили на улице Диповская. Подозрительное авто не оставили без внимания местные жители. Как утверждают очевидцы, за рулем сидел молодой человек, а рядом находилась девушка. По уверению наблюдательных горожан, парочка вышла из машины, выкинула целлофановый пакет и направилась в неизвестном направлении. На месте работают криминалисты. Пострадавший находится в реанимационном отделении больницы скорой медицинской помощи. В период с 3 по 12 сентября 2016 года в целях профилактики и предупреждения правонарушений, пресечения преступлений и снижения дорожно-транспортных происшествий, а также обеспечения общественного порядка и безопасности на дорогах сотрудники Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области провели широкомасштабные рейдовые мероприятия в городе Туркестан. К примеру, в ходе отработки на трассе Туркестан-Балтоколь стражи порядка остановили автомашину «Мерседес» и задержали трех подозреваемых в скотократстве. Ими оказались жители города Туркестан Ордобасинского района 1983-85-91 годов рождения. В салоне автомашины полицейские обнаружили и изъяли туши крупнорогатого скота, охотничье ружье 12-го калибра, нож и другие вещественные доказательства. Следствием было установлено причастность задержанных к 13 фактам скотократства. Возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража». Проводится досудебное расследование. Не запринято, выезжаем.